ну что дорогие коллеги мы видите 13 минут это даже не 15 академических мы соблюдаем традиции и наша техническая часть нам в этом помогает серьезным образом от секунды у меня тоже некоторые накладки секунду дирижа вишняков привет в порядок мы все в таких сложных полевых условиях так что простите пожалуйста коллеги первый раз мы встречаемся отмечать день рождения андрея саныча без него самого ну нужно вам сказать что конечно это не первый раз потому что андрей саныч стойко избегал всегда своих дней рождения и частенько это было именно так когда мы на кафедре собирались и поздравляли его а его самого не было мы еще думали а кого послать нему с подарками чтобы он не спустил с лестницы такое тоже как-то бывало ну вот со времени ухода андрея саныча уже скоро прошел год и если сначала это была вот такая чистая эмоциональная реакция и рассуждать на какие-то вот общие вопросы было совсем тяжело то есть сейчас мне кажется помимо эмоциональной реакции что андрея саныча все-таки с нами нет мне кажется мы уже можем формулировать какие-то какие-то вот соображения по поводу и значимости андрея саныча но мы все понимаем что он сыграл огромную роль в жизни кафедры в жизни каждого из нас на самом деле но помимо этого меня как естество испытателя и вот человека наблюдающего за тем что происходит на кафедре интересует и общий вопрос да как вот такие коллективы могут формироваться одним человеком направляться одним человеком да как один человек может оказывать влияние вот на развитие там целых научных направлений на развитие многих людей это вот вопрос который вот связи с андреем санчем мне кажется очень такого рода вопросы очень уместно уместно заставить именно поэтому сегодня вот в тех вопросах которым я которыми я попытался разметить путь наших рассуждений уже вот звучат вот эти вот нотки да а какова роль а почему а почему такой феномен такой феномен случился и если честно вот я сформулировал эти вопросы но сам я на них ответить по большей части вот так односложно и и однозначно может быть не могу поэтому мне особенно интересно было бы обратиться к присутствующим и попросить в наших вот рассуждениях до воспоминаниях операция тематически на эти вопросы постараться как-то достаточно емко формулировать если им это будет удаваться как аня сказала мы наше наше выступление будем строить исходя из ну вот ваших пожеланий и поднятых рук которые вот мы как организаторы видим я соответственно буду передавать слово и давайте попытаемся что из этого всего получится сколько у нас будет это обсуждение я не знаю но в любом случае в любом случае мне кажется это очень здорово что мы все собрались это называется привет вена привет баку привет владикавказ и еще много много других мест которые нас вероятно будут где-то слушать и это все вот те волны которые расходятся из от кафедры но от андрея саныча коллеги если вы не против да давайте попробуем давайте попробуем двигаться по вот такому нашему плану и первый вопрос на который если честно я пытался ответить с удовольствием послушаю вас какие черты характера с вашей точки зрения характеризует андрей санчин и более ярко андрей санча как личность андрей санча может быть как ученого выберите какие-нибудь вот кто бы хотел прежде всего прокомментировать если такие смелые люди которые бы могли ответить на такой вопрос вот просматриваю все лет а василий владимирович пожалуйста василий владимирович ну кто-то должен начать я попробую начать во первых еще раз совсем поздоровались очень рад всех видеть вот я думал над этим вопросом и первая мысль которая мне пришла в голову это любопытство да вот андрей санч был очень любопытен к каким-то организмом к явлениям природы существам животным растениям помимо этого он был очень любопытен искренне любопытен это всегда было видно к людям которые его окружают вот и я бы сказал что это любопытство было не просто проявлением его черты характера она она была ну в контексте вот нашей нынешней ситуации я бы употребил ставшим модным словом контагиозным то есть это было любопытство которое заражало всех окружающих ему все было интересно и рядом с ним другим людям тоже становилось становилось очень интересно и ему было очень много всего интересно в жизни с этим он очень сильно ценил время он ему нужно было много времени он не любил людей которые у него отнимают время и и в то же время на то что ему интересно мог потратить столько сколько угодно на те вещи которые были действительно важны никогда было времени не жалко вот такую я бы предложил черту заразное любопытство спасибо василий последние слова не слышны были но кажется кажется понятно смотри вот интересный до комментарий к этому любопытство до любопытство к людям и в то же время и в то же время ценил время мне кажется андрей санкчу было вот такое свойство что если если к нему обращался кто-то младший школьник студент младших курсов то вопросы во времени у него просто он снимался у него не было вероятно это цена времени она относилась может быть только к старшим коллегам да вот было было такое свойство у андрея санкча артур рамович пожалуйста да коллеги слышно ли меня слышно слышно добрый день еще всем такой чудесный день и такой не очень веселый повод у нас всех вспомнить андрея александрович это от этого становится тепло я бы немножко может быть уточнил как мне видится тут у каждого свой взгляд вот особенность взаимодействия андрея александрович с людьми я конечно всегда выступал тут в роли именно младшего начале школьника потом студента вот андрей санкч был научным руководителем у меня мне кажется что здесь он читал лекции он беседовал с редко встречающейся сейчас вот в нашем мире которые становятся все более каким-то таким официальным и поделенным на официальные сектора и загоны вот чувством доброго расположения и чувством когда ты ощущал что ты являешься не кем-то маленьким рядом с большим ученым а в общем то отчасти коллег и вот это доброжелательность и плюс умение да вот нежелание вознести себя куда-то а умение дать собеседнику почувствовать себя практически на равных оно было настолько мощным что на мой взгляд чувствовалось не только в беседах татат а даже когда он читал лекции то есть когда он читал лекции складывалось такое ощущение что не профессор который знает все читает что-то бестолковым значит студентам хотя так оно безусловно и было а что вот это вот младшие коллеги которым он пытается донести что-то новое интересное что реально волнует его и он понимает что это тоже реально волнует и интересует нас и вот это вот рождающееся такое ощущение к сопричастности к процессу что тебя принимают как своего вот даже вот в большой аудитории это очень чувствовалось это и раскрепощало и давало очень много сил и рождал очень большой интерес вот ну и безусловно это было очень атрактивно поэтому мне кажется так много людей всегда было и на лекции и так многие шли к добровольскому вот понимая в скобках что этот кафедра збп и конечно ни один человек никогда не формирует весь коллектив весь социум все эти правила которые царят на кафедре в ином коллективе это и история и все другие люди вот но вот наличие такого теплого атрактивного доброжелательного центра оно было крайне важно по крайней мере для нас для молодых спасибо большое вот то что перекликается с выступлением Василия Владимировича у Василия Владимировича контагиозность теперь атрактивность да если суммировать то что сказано спасибо спасибо передаю слово дальше Алексей Владимирович у нас также может видимо что-то сказать пожалуйста я вот хотел значит дело в том что ну как-то аранжировать как-то что-то на первое место что-то на второе место ставить конечно трудно невозможно наверное я бы хотел подчеркнуть важное слово который Артур Эмович тут произнес наверное его я бы поставил на одно из первых мест может на самое первое даже речь идет о доброжелательности невероятной какой-то и тут наверное не надо разные вещи смешивать понятно что Андрей Александрович очень воспитанный был человек высокой культуры да и он не позволял себе значит как-то своих представлений в этом смысле отклоняться и он мог жестко в общем иногда себя достаточно вести высказываться достаточно жестко и действия какие-то в общем тоже жесткие осуществлять но при этом важно то что он как мне кажется он всегда изначально был настроен к любому человеку положительно вот это то что называется доброжелательность еще можно как-нибудь назвать и из этого вероятно ну вот в силу своей такой конституции всегда исходил это одна из причин которые необыкновенно облегчали общение с ним действительно со стороны самых разных людей самого разного возраста разного статуса разного социального положения прекрасно как мы знаем мы с вами прекрасно знаем он общался одинаково свободно легко с людьми самыми разными абсолютно разными и это конечно привлекательная черта это конечно то что делала работу с андреем санычем очень приятно вот все это сочеталось действительно с определенной с определенной степенью там жесткости строгости и так далее без этого с нами нельзя как понятно но это то что весьма украшала украшала спасибо 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 алексей алексеевич сергей алексеевич есть еще мнение да какие-то дополнения ну да конечно слышно меня да я слышно плохо слышно сейчас сейчас я увеличу звук а сейчас хорошо лучше 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 сейчас вообще не слышно модуляция идет слышно ну хорошо у меня я совершенно согласен как бы с предыдущими выступающими но не слышно 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 почему а сейчас ну 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 вот что делать алё у меня представление о добровольском конечно сложно я бы сказал следующее очень хорошо сказал лёша только что сергей алексеевич ты пропал совсем я могу предложить если с интернетом проблема есть номер телефона по которым можно позвонить и наверное будет звук лучше поскольку картинки все равно нет я тогда отправлю эту информацию сергей алексеевич и может он переподключиться по телефону потому что с интернетом видимо что-то не то ну хорошо да потому что сейчас просто не годно сергей алексеевич он он отключил звук коллеги вот еще есть какие нибудь вот по этому поводу соображения я понимаю что это очень сложно но спасибо большое вот тем кто сказал потому что ну действительно все затронули какие-то очень важные черты без которых андрей саныч у меня в голове не существует никак да и и та простота о которой говорилось и аттрактивность и уважение к людям к младшим людям да которые ведь это очень важно для преподавателя да вообще не для преподавателя а для преподавателя особенно когда ты относишься ну как к равному коллегам младшим коллегам совсем младшим коллегам это все конечно это все конечно было у андрея саныча ну вот еще асиф да асиф пожалуйста пока андрей игоревич здравствуйте еще раз приветствую но мне он никак не забыть он как еще заботливо относился тогда ко всем только мы в кафедре его назвали в 80-х годах еще папочкой наверное все те которые помнят не только строгий руководитель не только срок научился этот руководитель вот ученых кроме этого он умел даже в первую очередь заботиться о состоянии вот ну собеседника своего этот ученика он не только говорю в общем то но я очень много чего могу высказать но сейчас и заказу я тоже предстоит место что вы говорите но другой это и к качество как насчет это заботливости вот внимание но не за минимум и человек я не знаю как это все выросли отчет затрудняюсь но столько спасибо не знаю доводить и вот свои мысли все не очень сейчас трудно я думаю что мы еще не совсем созрели для того чтобы формулировать да да именно именно но но мы на пути к этому потому что все равно это сделать надо будет да понять именно сформулировать вот андрея цели как эта личность это в общем то за пределами возможности наших возможностей спасибо андрей игоревич мне не поднять руку потому что у меня нет такого значка да пожалуйста но ты можешь да так просто добавлю на самом деле близко к чему то что уже сказано и может быть звучит банально но вот я хотела отметить такую черту как доброта потому что даже когда бывали моменты не знаю конечно этом критике раздражение недовольство и какого-то упрямства и но не на секунду не было сомнения вот в любой момент в том что за этим стоит вот доброта сложно объяснить как это чувствуется просто ты знаешь это и все то есть это что-то сложно уловимое потому что это же не значит что человек не может злиться не может там все это так но вот с каким-то таким оттенком который вот без сомнения ты в нем уверен и всегда его чувствуешь каким-то таким чудом не знаю спасибо коллеги сейчас одну секундочку несколько получил смс-ок что народ пытается в ютьюбе нас смотреть катастрофа и вас нет там что делать и так даже ань прокомментируй сейчас мы где мы где я вижу что фейсбук да я хотела сказать что у меня получилось запустить трансляцию на фейсбуке и ссылка на нее в комментарии в нашей группе вконтакте есть вот как-то иначе рассылать я не могу это просто моя страница я не знала как оперативно решить вот неожиданную проблему в итоге трансляция вроде бы идет там коллеги если сейчас обращаются тогда вот эту информацию передавайте туда да то что мы сейчас в живую идем на фейсбуке и ссылочку а не может где она у нас в группе в контакте в группе могу сюда в чат отправить еще но я вот отправляю по имейлу сейчас всем кому могу инструкцию заходили по ссылке устанавливали зум у кого нет и так далее коллеги мы сейчас будем двигаться дальше и я так понимаю что уже ответ на первый вопрос он предполагает значительное перекрывание да мы не отвечаем там на что-то вот одно потом на что-то совсем другое у нас сейчас будет все цепляться одно за другое поскольку вот мнение поскольку вот цельная личность мы не можем мы не можем как-то вот разные стороны совсем отдельно рассматривать тем не менее если вот сейчас вот в ответах в основном прозвучали человеческие качества да давайте сейчас обратимся к другой все-таки стороне немножко и на второй вопрос попробуем ответить как вы считаете какие проблемы или подходы в биологии андрей санна считал ключевыми и насколько он отслеживал вот развитие науки как его характер проявлялся по отношению уже к научным реалиям вот здесь кто бы хотел прокомментировать про человеческие качества последние там сергей алексеевич в чате написал в итоге ему не удалось выступить что это качество жертвенности любовь к ближнему жертвенность жертвенность любовь к ближнему да да итак коллеги переходим да вот к это этой стороне алексей владимирович ты готов выступить у тебя ладошка синяя алексей владимирович это случайно получилось это случайно да интересно даже мышку не даю ну ладно коллеги кто бы хотел вот с этой точки зрения это может быть более простой вопрос хотя не знаю тут простых вопросов нет вопрос о том насколько андрей санч считал что важно в науке в ее подходах ну в биологии конечно прежде всего и насколько он отслеживал вот эти вот на самом деле за последние даже 20 лет биология вообще совсем другой стала все это время андрей саныч продолжал работать вот как как вы считаете тут какие свойства сработали что это что позволял ему это делать если так алексей владимирович у тебя все равно теперь я нажал отлично давай вопрос который требует ответа с разных сторон я могу одну сторону немножко подсветить мне кажется для для андрея александровича очень важным было наличие какой-то идеи очень важно да чтобы была какая-то идея мысль прежде всего гипотеза которая может быть вообще разного качества и уровень обоснования ее может быть тоже разный может быть да но важна сама идея как таковая он сам такие идеи ну между нами говоря иногда сомнительные очень генерировал со страшной силой особенно когда первокурсником лекции читал и это кстати тоже было невероятно привлекательным так вот важно наличие идеи научной как таковой а все остальное тоже важно но где-то вторично спасибо это означает ли это что идея здесь вообще наличие идеи выходит на первый план в интересе действительно очень часто очень часто это выглядело именно так но учитывая что мы познаем мир в концепциях до которые приходят то наверное наверное в этом что-то есть существенное спасибо да андрей николаевич вижу поднята рука да я коллеги сразу анонсирую что я практически не присоединяюсь к обсуждению вот по ходу чтобы никому не мешать поскольку уверен что большую часть того что я бы хотел сказать вы скажете и без меня но у меня подготовлено к концу нашего мероприятия небольшое так сказать речь вот она касается нескольких вопросов андрея игоревича в данном случае я хотел бы все-таки и воткнуться и сказать что добросовестность дикая проверка вот на честность фактов которые ты будешь публиковать которыми ты пользуешься то есть вот чему он конкретно меня он был как бы формальным моим руководителем не являясь мшаночником да и когда-то рано-рано с триматодами у меня ничего не получилось вот ему некогда было мной заниматься и заражение было такое не сказать что материала не было и так далее но вот уже начиная с самого начала если он не верил тому что видел он не стал бы придумывать да то есть вот пока сто раз не перепроверишь не убедишься нельзя абсолютно нельзя никакой фантазии уже сверху навешивать а вот даже если ты хочешь это увидеть нельзя вот вот железная совершенно строгость в отношении данных вот это вот для меня это было и остается критерием я много чего вижу на своих картинках никогда не говорю потому что я это не верю вот это благодаря ему спасибо спасибо коллеги еще пожалуйста не вижу больше андрей андрей суста дианыч пожалуйста хоть и предложено говорить о научных качествах что ли да все сцеплено что что я говорю все сцеплено я говорю что я хотел бы сказать ну как бы из своей жизни что ли вот привести примеры такие с андреем санычем поскольку столкнулся достаточно рано да но мы с тобой еще с фарфака и узнаем вот это 79 80 год соответственно с того времени и практически вот все время сколько я его знал это основная черта которая меня цепляла как человека научного по большей части конечно да вот это его заразительность что ли там контагиозность было произнесено слово вот да но вот это вот модное современное слово да заразительность своей энергией своим желанием что ли вот включить да себя и людей вокруг я вспоминаю его первые лекции на рапфаке когда он после кишечно-полосных стал друг рассказывать про грибневиков и про их предполагаемую там трехслойность это было так замечательно преподнесено что я потом под впечатлением ходил очень долго реально вот и обсуждения какие-то были и все время хочется хотелось к этому возвращаться кондрессант тянула вот связи с этим очень сильно тянула и определила мою судьбу в значительной степени да что я без всяких вопросов да сомнений каких-то я оказался на кафедре вот он был как бы проводником вот этой энергии всем собой буквально во всей моей научной жизни хоть он не был моим научным руководителем но его интерес к моей работе несомнений всегда вот подойдет посмотрит микроскоп что кто-нибудь скажет это сразу настолько подогревало еще больше делал вот мое желание продолжать эту работу да вот возбуждало возобновляло интерес какой-то его подмечание каких-то мелочей вроде бы да вот и тоже кто тоже сказал про это вот но оно было настолько неожиданным из такой стороны что хотелось быть еще полнее что ли соответствовать да тому как андрей саныч вот именно как он жил вот были несомненно всякие другие моменты жизни связанные он очень тесно входил вот и мою личную жизнь в жизнь многих других не только по науке вот но вот это все многообразие и сложность они несомненно оставляет до сих пор очень большое последействие я бы так сказал вот что вспоминая андрея саныча я могу ну видеть просто как образ наверное человека который в каком смысле меня до сих пор еще ведет вот наверное вот так спасибо андрей саныч ты сильно вышел за рамки вопроса но я сразу сказал да что мы нам трудно будет удержаться да в рамках каких-то вот заданных и мы будем вот выходить поскольку андрей санычного цельная личность да вот вот на оценку всей личности уже несомненно но концепциями да мы можем говорить концепциями как бы вот так рубрицировать но ты совершенно правда в том что личность она целостна и человек целостен вот нельзя как-то вот вырубить одно и неинтересно мне неинтересно андрей саныч очень многогранная личность очень спасибо холизм как там есть у нас редукционизм и холизм ты холистический взгляд и пытался до нас донести да андрей саныч кстати нас учил тоже ну в общем такому холистическому подходу какова наша наука зоология тоже занимался спасибо андрей николаевич у тебя синяя рука остаточная или ты еще не новая новая в этом же вопросе был маленький не какой же маленький большой еще вторая часть на самом деле по поводу новых подходов там и вот еще что-то мне в свое время как бы очень важно было то что он не эскиз когда молекулярка поломала всю традиционную зоологию я наблюдал буквально агонию за глядя на некоторых наших стариков ну в хорошем смысле которые ругались включая кстати серавина по первоначалу которые плевались ругались и копали ногами и говорили артикулятор forever и и так далее и так далее и так далее у добровольского были ломки тоже были ломки и обсуждали с ним кое-что и так далее но потом когда вот он это воспринял все и как он включился и когда он понял что это работает пусть на первых порах еще неуклюже и что все эти филогини деревянные белыми нитками шиты и и так далее но когда он вот собственно пошло то к чему на самом деле да зоология не могла пойти на протяжении 50 лет последних зайдя буквально в тупик научных школ либо веришь к лавусу мирсу но либо веришь римана вот и он был счастлив то есть на самом деле вот это его очень поддержал и естественно его интеллектуальный потенциал настолько велик что он все быстро хватал он не лез естественно все молекулы и так далее но он понимал что они выдают и как дальше с этим можно работать вот это было чудесно то есть для меня это было супер наблюдать как вот человек выросший совершенно в других условиях все это перелопатил переработал в себе воспринял и дальше какой толчок ему это еще да вот да то есть для того чтобы он работал дальше спасибо спасибо большое алексей владимирович добавить что-то или я хочу добавить маленькую ремарку к предыдущему выступлению дело в том что андрей саныч очень быстро понял что вот вся эта новая технология она не поломала классическую зоологию ничуть она ее сделала более интересной вот и все это так просто но это вот чтобы это понять да это надо было какие усилия мы-то молодым нужно иметь определенную голову когда ты молодой ты это понимаешь ты это воспринимаешь да а когда ты уже всю жизнь проработал иначе то здесь нужно иметь специальную голову чтобы в это вот учиться я согласен спасибо коллеги я несколько слов если можно от себя добавлю просто вот на на тему скорее такую на научную ну во первых никто не сказал на меня впечатление производила от начала до самого вот конца до последнего года это работа андрей саныч за микроскопом это для меня было какое-то шаманство совершенно и не зря все люди наши даже специалисты в этом шли к андрею санычу это ну вот это было вот что-то не от мира сего на мой взгляд если говорить вот она науки да то в этом вот что-то такое было для меня необъяснимое теперь вот по поводу молекулярки да поскольку у нас все связанное образование и наука вот я начинал читать но может я уже говорил об этом но в такой аудитории может быть нет начинал читать курс зоологии в двухтысячном по моему году это когда система у нас не стала ну ее не стало немножко раньше до системы беспозвоночных протисты вот все это да вот все поломалось и вот про молекулярные системы какие-то разные их там десятки начали появляться и вот в кабинете значит мы собирались и говорили о том как читать курс и а курсов тогда было несколько не один был курс для вечерников да его в день берге читал и вот курс который андрей саныч мне передавал и я совершенно не понимал как как вести себя в этом в этой ситуации и фактически да у нас было две партии которые которые спорили друг с другом евгений георгиевич говорил что все нужно читать по старой устоявшейся номенклатуре которая принята которая утверждена андрей саныч категорически с этим был не согласен нужно студентов нагружать вот она идет новая да она интерес и вот вот это вот очень хорошо характеризует андрей саныча как раз той точки зрения что вот вы говорили по поводу принятия там вот молекулярных данных и третий пункт мне кажется мне кажется лично да что все таки андрей саныч отличался от многих может быть большинства людей которые уже идут вот так сказать в заключительной части своей карьеры том что он очень восприимчив был все таки к новым к новым концепциям и новым методом в том числе хотя эти методы он в деталях уже не понимал но он понимал о чем идет речь и вот это меня тоже удивляло то что вот и нулевые десятые годы он спокойно да и достаточно я бы сказал продукт продуктивно думал в этом направлении и никогда ничего не отрицал из этого вот это мои чисто соображение коллеги еще пожалуйста про научные какие-нибудь студии есть собой какие-нибудь добавки вышла статья кристенсена новый тип значит он переживал значит что кристенсен открыл лари цифер и не верил что это новый тип а потом значит вышла статья в сайенс циклеофорами и вот значит я только что приехал из здания и притащил ему отдельный оттиск суновый а опять какой-нибудь значит там шанки они небось там или еще что увидел схему ходил 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 сел в докторятнике в конце сидел читал смотрел встал вдохнул тяжело не наверно все-таки новый тип и ушел это маленькая коллеги спасибо спасибо значит у меня есть вопрос до номер три андрей саныч повлиял иногда определяющим образом на множество судей в чем причина успех такого воздействия частично у нас уже шла об этом речь начиная с первого выступления василия владимировича и артур ремыч тоже об этом говорил может быть кто-нибудь возьмется сформулировать именно причина успеха мы говорили о том что андрей саныч воспринимал как равного к себе да студенты любого молодого человека в этом или в чем-то другом может быть вот кто бы хотел может быть сформулировать это откуда это как сказал василий владимирович контагиозность и воздействие на окружающих вадим михалыч пожалуйста я бы хотел вот как это сформулировать андрей саныч был потрясающе артистичен я бы сказал так это же лучший лектор который мы услышали я не знаю кого как по моей жизни наверное ты единственный человек который читал лекции так что оторваться было невозможно и в этом смысле вот все его телодвижения все его фразы они настолько глубоко попадали внутрь что ты никак не можешь оделся до сих пор сейчас иногда читая лекции я в голову на то что я также глаза прикрываю когда что-то произношу какие-то фразы потом опаньки добровольцы подел вот очень часто те же самые идут поэтому вот один из источников вот этого того что до сих пор у нас сидит это то что он очень интересен был очень увлекательным артистичным его лекции конечно огромную роль собирали у многих в жизни мне вот точно совершенно я пошел по этим следам практически наверняка благодаря ему вот это так наверное не только в лекции дело да хотя тут конечно все согласятся что лекции это мощно мощное было какое отношение к делу да отношение к науке вот то о чем тоже говорили то что ему было интересно чем ты занимаешься причем вот так без дураков совершенно ты видишь что человеку ну на самом деле вот он просто вот он он хочет узнать это да и чтобы у тебя получилось и так далее вот это тоже наверное да имело какое-то значение да я добавлю еще как-то я всегда шел против часовой стрелки и вот очень хотелось заниматься экологией морского абилентуса но очень хотелось оставаться на кафедре вот и когда мы с добровольцем так сказать обсуждали мою работу он был собственно руководителем всех моих курсовиков диплома магистерской диссертации потом кандидатской диссертации вот и собственно какой-то момент он сказал слушай ну ты же занимаешься морфологией вот это только другая немножко морфология но морфология вот она точка пересечения и дальше мне было уже гораздо проще найти языки морфология сообщества да 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 он так направил меня в свое время и я понял что да я этим занимаюсь вот так спасибо спасибо Владик Артур Ремович есть соображения еще да развития темы да мне кажется что ну вот кроме да такой яркости да и сильной запоминающейся вот свойства этой информации очень глубоко и надолго западать куда-то в душу тем кто его слушал здесь очень важно его отношение еще он приглашал тебя поучаствовать в процессе увлекательном не только для него и в процессе я бы сказал таком позитивном успешном то есть на мой взгляд в его изложении наука и история науки и современная научная деятельность не выглядело чем-то вот унылым застарелым что приведет тебя значит вот в печальное какое-то состояние вот именно интерес и вера в успех и вообще науки и твой успех то есть он приглашал тебя в интересную успешную сферу где вот тебе будет хорошо и ты чего-нибудь добьешься это чувствовалось в этом хотелось принимать участие спасибо спасибо артур андрей 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 что-то уже говорили так и на равных и искренне общался вот со всем вот маленькими со школьниками с лучшекурсниками это тот момент когда это влияние ну даже вот при том какое оно вот и так яркое и сильное но оно особенно действенное что ну тут он не выбирал да там партнеры по работе экспериментальные размышлениям кого-то уже вот подросшего с кем там было бы легко что-то делать а вот сначала начинал и этот момент когда мы все вот таким импритинг что ли ну в какой-то степени да вот тут конечно нужно отметить это просто свойство характера Андрея Саныча но оно только отчасти вот как они говорят связано с воздействием то что почему-то у него была вот такая вот шкала ну ценности что ли то с чем он обязательно работал то с чем он мог что он мог отложить что ему не очень хотелось сделать вот на самом топе этого чем моложе клиент то есть школьник молодой включая между прочим школьников пятых там шестых классов я не видел его общение с более младшими могу поверить что он и с ними тоже значит вот эти вот школьники потом студенты младших курсов ну потом уже студенты постарше вот он находил просто в этом я напомню вам что за буквально неделю до ухода Андрей Александрович что он последнее сделал он провел практику у школьников Ленинградской области и он чувствовал себя это не очень хорошо в это время но он от таких вещей он не отказывался никогда это было вот то святое что он должен был делать у нас кстати записи есть его лекции на открытом лекторе на науке в лицах вот я могу поделиться если это нужно вот мы приглашали его на одну лекцию но разумеется он не уложился понятно поскольку зал был полный вот мы с удовольствием пригласили его во второй раз Артур если можно поделиться да потому что я в конце скажу у нас так мой проект такой будет даже с выкладыванием там опубликованием каких-то там кусков или лекций ну и вообще для архива коллеги переходим дальше правда чтобы мы не совсем на самом деле вопрос номер 4 частично опять уже звучал а я на него даже ответил когда говорил про работу Андрея Саныча с микроскопом вот ответил на него практически впрямую но чем Андрей Саныч вас удивлял не обязательно в научном может быть научном плане может быть в плане взаимодействия с людьми больше всего удивлял да что было выходящее за рамки пожалуйста кто бы мог свои удивления высказать Вадим Михайлович у тебя там рука поднята это остаточная нет это актуальная рука вот пожалуйста поскольку много приходится работать с чужими текстами я понимаю насколько добровольский хорошо и учил и сам работал с текстами я понимаю что мои тексты поначалу были жуткими да и смотришь на эти черновики исчерканные рукой это еще от руки тогда писалось насколько вот этот стиль работы с текстами насколько бы уникальный я не знаю больше никого из редакторов которые бы работали так со мной хорошо это пожалуй было одно из самых ярких черт который меня удивил и до сих пор удивляет что это то на что надо равняться спасибо большое дальше я передаю по очереди из сильные впечатления от андрея николаевича андрей николаевич включись собака кликнула и так что меня хотя это тоже часть вот целостной натуры всегда удивляла он не хотел принимать ни от кого никакой помощи он понятно что если ему привезешь пол семги с белого моря то он рычит и волочет в нору но в принципе вот сколько я к нему не обращался по тем или иным включая его здоровье поводом пошел к черту укушу все что угодно любой повод отмазаться от этого вот иногда до на мой взгляд какой-то просто ну абсолютной нерациональности когда нужна была помощь и и уж всякие времена мы прошли да там 90 и так далее совершенно как будто он но но ведь он не боялся никакой зависимости от нас да или чего-то что-то нет вот как ты говорил с подарками с лестницы сбросить да любые знаки внимания там дни рождения это чертовы бабушки вот единственный раз когда мы ему прочитали поздравление от малахова помните да вот было приятно ровно год назад да ему было очень приятно я первый раз видел вообще чтобы что-то типа речь в его честь была сказано я я вообще не помню за все свои 35 лет на кафедре вот и почему вот так да то есть и вот это тоже часть его натуры абсолютно целостно спасибо 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 да алексей владимирович это меня вызывают я не расслышал да да две вещи которые удивило первое это в развитии Вадима Михайловича Андрей Александрович не был моим руководителем как-то так сложилось но зато он читал текст моей диссертации он читал эту диссертацию когда лежал в больнице он тогда плохо очень себя чувствовал и тогда вот решался там вопрос по поводу кардиостимулятора и так далее я ходил к нему в больницу каждые три дня за три дня он читал кусок вот а потом мы соответственно уходили из палаты потому что иначе мы мешали там его соседу по палате потому что мы вели себя абсолютно невозможным образом значит у Андрея Александровича с чувством юмора все было очень хорошо как мы знаем вот и ехидин он был весьма и вот мы с ним вместе вот и вот кстати вот оно да о чем сказал Вадим вот оно заразное да так вот он мой текст мы вместе с ним читали мой текст и смеялись над ним вдвоем над каждой фразой иногда просто укатываясь да причем вдвоем это вот был такой способ научить меня писать нормально понятно почему мы мешали его соседу по палате на самом деле это удивительная совершенно форма я так не умею да убить бы хотелось на самом деле да а все это происходит вот так легко непринужденно и весело к обоюдному удовольствию вот и это кстати иллюстрирует вот то что говорилось о жертвенности несмотря на то что он плохо себя чувствовал и я там пытался что-то говорить Андрей Александрович выбрайся эту дурь из головы чтобы через три дня был у меня здесь вот это первое хотел добавить а второе вот чем он меня однажды удивил мы с ним общались действительно либо на какие-то там научные там темы биологические либо что-то знаете там по хозяйству повседневная жизнь и так далее а тут как-то давно уже я сидел читал книжку там всякие размышления о литературе книжка была Кушнера по-моему эссе такие его литературные Андрей Александрович так а что это ты читаешь и у нас на минут на 25 состоялся разговор по этому поводу и я понял что он абсолютно полностью в курсе всего этого и он в этой сфере тоже превосходно ориентируется вот удивительно все таки всесторонне развитый человек вот удивительно разносторонняя личность меня это тогда поразило правда потому что с этой стороной я как-то не сталкивался никогда спасибо спасибо да я сейчас если можно вот по поводу этого удивления о разносторонности небольшой пример мы были тогда на четвертом курсе была практика третьего курса у следующего за нами и Андрей Александрович в экибане он устраивал лекции ну биологически он устраивал в другом месте а на экибане под этой лампой значит была лекция о поэзии серебряного века была лекция о кумуранс ну лекция разговоры были да вот разговор такой но в основном это монолог конечно кумуранские рукописи были вот это конечно ну на самом деле я это тогда воспринимал как должное я сейчас понимаю что это совершенно как должное потому что Андрей Александрович да вот ну как ну конечно Андрей Александрович он знает все а сейчас ну я понимаю да насколько насколько ну коллеги кто бы сейчас в лед да взял и прочитал лекцию на какую-нибудь например там историческую тему или литературу но это вот ровно то что говорил Алексей Владимирович это вот такая широта притом с глубоким пониманием предмета спасибо я вижу петр пожалуйста петь добрый день так вышло что я один из последних учеников Андрея Александровича восемь лет назад мы с ним познакомились мне каким-то совершенно чудесным образом повезло попасть к нему в группу и это собственно такая вот случайность я определил на самом деле мою жизнь получается и я увидел ну мне такое удивление оно не конкретное а комплексное я увидел совершенно не молодого человека и к сожалению многие люди вот в таком уже преклонном возрасте они как-то падают духом к сожалению да но у Андрея Александровича этого не было ни в одном глазу и вот этот интерес о котором уже много говорили которые ну я бы сравнил наверное с каким-то детским интересом мне кажется детям вот так интересно вот всякие разглядывать маленькие детальки вот чего-то такого очень большого и вот увидев что он и на самом деле я думаю ко всем качествам которые были перечислены можно это отнести что он все эти качества пронес вот прямо через всю свою жизнь я не знаю конечно я не видел Андрея Александровича образца там 90-х годов нулевых подразумевает что вот этот его живой интерес нисколько не угас и это конечно не могло не подкупить если я настолько удивился что я понял что если вот человеку вот он сумел вот это донести то там есть куда копать там есть что делать ну и в общем совершенно большое такое счастье для меня вот это удивление спасибо большое Петь на самом деле да очень интересно я так думал чтобы у нас в наших ответах участвовали разные поколения да и вот Петь Петр представляет более младшее поколение выступают в основном среднестаршие у нас товарищи поэтому я призываю если еще кто-нибудь из молодежи хочет ну это очень интересно да посмотреть вот с другой стороны немножко вот на личность Андрея Александрович на фигуру со стороны молодежи хотя полностью присоединяюсь к тому что сказал Петр в плане интереса к жизни действительно да Андрей Игоревич можно да мне опять не поднять руку я во-первых хотела сказать как действительно многое совпадает потому что размышлен над этим вопросом я тоже для себя отметила и огромный вот широкий круг интересов в биологии и потрясающая речь и и и чувство юмор в общем очень много уже было упомянуто из удивления я хотела еще добавить а вообще трудоспособность ну это может быть такая не очень возвышенная сторона но я вот удивлялась просто ежедневно когда утром первый кого видишь на кафедре это Андрей Саныч или в другой день вечером во сколько и из когда он там обмолвится что дома у него какие там планы что писать что читать и такое ощущение что вот полностью вот просто нон-стоп ну конечно опять же мы говорили о связях это связано и с интересом и с тем как горит глаз и и с тем сколько людей на нем висят гроздями все связано но это одно а другое дело что ты это реализуешь что ты вот ни минуты не тратишь зря вот такое ощущение у меня и конечно ну я таких людей наверное все таки не вижу вокруг сейчас мы все конечно очень заняты там это все но это просто другого порядка какая-то это даже не занятость физическая это то что ты все время осознанно вот живешь зная что ты хочешь делать что ты делаешь и ты вот этому как бы посвящен вот так что такая трудоспособность и желание работать все время спасибо да и ты же сама же и сказала да что это конечно связано с интересом когда тебе что-то очень интересно ты становишься вдруг трудоспособным потому что ты этим начинаешь заниматься и такое действительно Андрей Александрович и был когда он после всех нас приходил домой и работал там над этим практикумом и делал эти рисунки да я не знаю когда он там обедал вообще а потом да снова кафедра и так далее это это да когда у нас какие-то занятия кто-то выпадал или что-то нужно было Андрей Александрович всегда первый да конечно я конечно я проведу да конечно я открою кафедру да конечно я закрою кафедру ну и так далее так что да это конечно это вот это действительно удивительное удивительное тоже коллеги пожалуйста Еще кто-нибудь по поводу удивления конкретного? Я так понимаю, что сейчас у нас пока больше нет. Формулируем. И тогда последнее, то, что у меня сформулировано достаточно расплывчато. Существует ли феномен дух кафедры? И если да, потому что я могу понять, если присутствующие или слушающие скажут, что такого духа не существует. Это что-то вот такая тонкая материя. Если да, то как Андрей Александрович способствовал поддержанию этого духа кафедры? Кто бы хотел сказать по этому поводу? Сложному поводу. Вадим Михайлович, пожалуйста, первый. Да, я бы сформулировал следующим образом. Так как у всех живых систем, которые мы знаем, у них есть какой-то геном, генофонд, то я бы сказал, что у кафедры есть такой мемофонд. До сих пор мемы, которые мы получили от кафедры, они в нас живут, мы их передаем нашим ученикам. И в этом смысле дух кафедры, конечно, в этом и заключается. То есть мы воспроизводим то, чему научили нас учителя, улучшаем это каким-то образом способствует распространению этих знаний. И таким образом дух кафедры, конечно, живет у нас, у наших учеников. Поэтому, мне кажется, это вот так выглядит. Геном как-то... мемом? Мемофонд. Мемофонд. Ясно, спасибо, спасибо. Андрей Николаевич. Два момента. Он как вот для нашего поколения, для учеников, как вот такая опора, основа. Да, как человек, который знает все, или с которым можно поговорить на любую тему, как человек, являющийся совершенно неисчерпаемым источником оптимизма. Вот то, о чем сказал Петя Смирнов, да? То есть возраст в этом смысле на него не влиял. Ему видно было, что хуже и хуже. Ему тащить себя очень тяжело. Тем не менее, вот что, какая батарейка в нем была, вот эта вот совершенно неразряжаемая, да, от которой все терпали. Это вот просто улыбка, да, и просто его оптимизм, вот его взгляд и все остальное. То есть заменив многим папу, в общем-то, да, ведь у нас не были отцы учеными, там, у кого их вовсе не было, там и по-всякому, мы как-то в нем кристаллизовали свое отношение к учителю, другу, отцу во многих отношениях. И вот, и, как бы, да, имея такой центр и стержень на кафедре, да, любая кафедра на самом деле будет долговременной, и они у нас, эти отцы-основатели, мы не знали Догеля, да, но мы, допустим, еще помнили Полянского, и Полянский – это еще одна уникальная личность, которая, вот, собственно, держала, на которой держалась кафедра долго очень. Соответственно, Добровольский такой же, то есть мы, наверное, передаем вот этот вот оптимизм, да, интерес к науке, доброжелательность, вот все то, о чем мы сегодня говорили, вот единая такая струя, в которой людям жить хорошо. Вот, для меня он, 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 он и был, и Андрей Александрович абсолютно правильно сказал, он не был, он есть, да, ведь он, он, он как остается, он все равно с нами, мы же приходим, у нас его выражение лица, там, его улыбка, все это же все время с нами. Я с ним здороваюсь все время, да, портреты его видят. То есть это, совершенно это вот такое вот, наше все. Спасибо. 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 Алексей Владимирович, да, пожалуйста. На самом деле, то, что я хотел сказать, уже было сказано сейчас. По поводу, значит, всяких там мемов, культургенов, Андрей Александрович часто использовал выражение «сигнальная наследственность». Многократно. Вот, как раз об этом речь. Да, было такое. Есть сигнальная наследственность. А, значит, вот по поводу духа кафедры, на самом деле, все познается в сравнении. Вот. Мне так периодически, периодически так получается, что я вовлекаюсь в какие-то другие научные коллективы, или там, ненаучные довольно плотно. И правда, есть дух кафедры, который отличается весьма сильно от того, что там можно встретить, от того, что я видел в других каких-то местах. Есть. С этим, мне кажется, очень трудно спорить. И этот дух кафедры, он связан все-таки не с каким-то одним конкретным человеком, что очень важно, наверное. Что создает некоторую перспективу, я бы сказал, и вселяет оптимизм. А он все-таки связан с чем-то большим. Но Андрей Александрович здесь, конечно, большой вес. Спасибо, спасибо. Лен, прошу. Да, спасибо. Меня слышно? Вот, слушая все, что вы говорите, мне очень-очень интересно все это. И мне вот такая мысль пришла в голову. Она, конечно, в продолжении всего того, что только что сказали. Вот, вы характеризовали Андрея Александровича как любознательного, интересующегося, интересного человека. Начитанного, доброго, бесконечно, тщательно относящегося к текстам, вообще к формулировке идеи. Ведь это же на самом деле, ну вот вы все, кто вы сейчас, высказывался. То есть фактически Андрей Александрович никуда не ушел. Он остался, вот, и каждого из вас, кто сейчас сказал что-то, я, ну, кого-то знаю лучше, кого-то меньше. И вот на самом деле про любого члена кафедры могу сказать, что вот в той или иной степени ему присуща такая-то черта добровольского. Вот, потому что, ну вот так я вижу нашу кафедру, и мне кажется, что он никуда не ушел. Он остался здесь, его дух остался как дух кафедры, и он вышел за пределы кафедры. Он продолжился в его учениках, которые, ну, сейчас не на кафедре, но чувствуют себя его последователями. Так что, ну вот, вот такая у меня точка зрения сегодня. Спасибо. Спасибо, Елена Семеновна. Это такие замечательные были бы заключительные слова нашей беседы. Я постараюсь их запомнить для того, чтобы... Я боялась, что меня кафедра опередит. Чтобы хоть как-нибудь заключить, ну, неуклюже, конечно, да, наш разговор. Но это было вот оно как раз. Спасибо. Спасибо. Ну, есть у нас еще продолжение по вот этому вопросу. Да, Артур Ремыч. Есть, да? Правда? Даже, наверное, не про удивление, но мне кажется, очень важно отметить еще одну вещь. Нам всем повезло учиться в необычном месте и работать в необычном месте. И вот это еще крайне важная черта. То есть старое здание 12 коллегий с надписью там «Зоотомический кабинет». Вот, оно не может быть населено, ну, оно, конечно, может быть населено на кем угодно сейчас, да. Но органично здесь вполне определенные люди. И Андрей Александрович как раз был тем, кто достойно занимал это место, и он был истинным вот духом места. Да, то есть в старом питерском университете должен быть вот такой человек. Мы действительно не знали старых профессоров, но для нас он был их образом, да, вот, питерского университетского профессора. Мне кажется, что еще его очень удачная такая привязка к месту, и благодаря ему просто оживало, да, вот это место. То есть дух питерского университета он жил. Спасибо большое. Андрей, еще вы должны тут раскрыть карту, что такой вопрос у вас возник, конвергентный, про профессора. Вы же его не публично... Я его снял потом, этот вопрос, да. Безусловно, безусловно, сейчас это и прозвучало вот у Артура Ремича в разговорах. Я сейчас смотрю, просто никто больше не хочет. На самом деле вот этот вопрос по поводу духа кафедрального и, ну вот, Андрея Саныча, как носителя этого духа, мне представляется сложным. Вот вы все совершенно правильно говорили. Но, вот, например, если населить нашу кафедру какими-нибудь административными, ну я имею в виду территорию кафедры, какими-нибудь административными службами, им не поможет это окружение вообще ни разу, наше историческое. Все-таки, если говорить о каком-то духе кафедры, по большей части это люди. Ведь по большей части это люди, да. Да, антураж помогает. Но сейчас вот у нас, наверное, будет меняться как-то дух кафедры. А раз мы говорим о том, что дух кафедры существовал уже какое-то там время и до Андрея Саныча, значит, на кафедре подбираются просто схожие по характеру, наверное, люди, по интересам, по характеру, по повадкам. Я не знаю. Вот что такое дух кафедры. И да, конечно, я, Лена, совершенно правильно сказала, что Андрей Саныч продолжается в нас какими-то своими отдельными качествами. Но тем не менее, дух кафедры, наверное, тоже будет меняться дальше. Сохраним ли мы вот этот вот самый главный, да, вот эту преемственность? Не знаю, не знаю, надо попробовать. В общем, этот вопрос, по-моему, самый убойный. И спасибо, что вы на него, ну, вот такой самый сложный для меня, для понимания. Спасибо, что вы попытались и достаточно вот внятно на него. Андрей Игоревич, а можно я добавлю? Я не знаю, как рукой добавить. Я очень рад, когда наша, да, смена включается. Я просто хотела, на самом деле, тем здрасте, да, во-первых. Кто сегодня здесь присутствует, давно не видела всех. Продолжить мысль Андрея Николаевича, ну, в таком немножко своем ключе. И про дух кафедры тоже. Ну, лично для меня кафедра — это такая семья. Я думаю, не для меня одной. Семья очень большая, очень разная. Вот вы только что сказали, что, наверное, на кафедруют люди с одинаковыми характерами. Вот я считаю, что абсолютно нет. Мы тут все такие очень индивидуалисты, индивидуальности, все очень разные. И вот в этой семье есть братишки, сестренки свои, там, однокурсники, да и сверстники, есть дяди, тети, есть там дедушки, бабушки. Кого-то ты знаешь и любишь больше, кого-то меньше, но все — это семья. И говоря о роли Андрея Александровича, как в поддержании духа кафедры, как в любой семье всегда бывают какие-то конфликты. Кого-то ты любишь больше, кого-то любишь меньше. И у меня бывают такие периоды, что думаешь, зачем вообще я здесь оказался, я не к месту, у меня не получается. И как-то так выходило, что подходишь к Андрею Александровичу, и он каким-то таким вот одним словом, не знаю, или двумя словами, иногда слов требовалось больше. Но он вдыхал какую-то жизнь, и ты понимаешь, что и здесь, и к месту, и правильно, и никуда тебе больше не надо, и все вокруг на самом деле хорошие. Ну, просто немножко поспорили. Все это решается, все будет хорошо. И вот Андрей Александрович воспринимался как такая вот поддержка в этой большой семье, в которой не всегда все прям идеально, но вот с ним как-то идеально. И теперь я стараюсь уже без его слов лично ко мне тоже поддерживать это чувство, что просто все пройдет, все помиримся, все здорово, все равно все роднят. Как-то так. Спасибо, спасибо. Иной взгляд, я бы его назвал скорее биоценотический, да, ну семья там, биоценоз, тоже, тоже имеет, да, конечно, право на существование. Это тоже правда. Спасибо большое, коллеги. Значит, у меня закончились мои вопросы. А там еще две руки. А эти руки не остаточные были? Вадим Михайлович, извините, ваша рука, да, есть. Вадим Михайлович. Остаточная пока. Остаточная. И Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Нет, это случайно или что-то. Вот, это остаточная. Я уже научился различать остаточные руки, отличать от коллеги. Значит, мы приближаемся к завершению нашего, ну получился, да, такой тематический вечер воспоминаний. Просил Андрей Николаевич несколько минут для какого-то выступления оригинального, как он сказал. Андрей Николаевич. Я сначала Сергея Анатольевичу, спасибо, хочу дать слово. Он там махал-махал руками, видимо, включать не умеет эту ладошку. Сереж. А, Сергей, Сергей Анатольевич, я не вижу тебя. Сейчас видно? Сейчас видно, да? Слышно, да. Да, видно и слышно, да, Сергей. Слышно, да? Да, можешь по всем вопросам сразу. Не, 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 я только очень кратко про последний. Я думал, что кто-то скажет, но почему-то я не услышал, во всяком случае. Если вспомнить нашу молодость и кабинет заведующего, в то время, ну, я и, наверное, все остальные до моего возраста, мы в кабинет заведующего по какому поводу попадали? Я там пару раз попадал за асоциальное поведение, по результатам его. Вот, и с того момента, когда Андрей Саныч, ну, неформально, сначала неформально, но формально возглавил кафедру, вот это отношение к студентам поменялось, и с тех пор вот наследуется до сегодняшнего дня. То есть мы студенты, и к Андрею Санычу, и теперь к Андрею Игоревичу заходят в любое, практически в любое время суток, и требуют его внимания, и его получают. Спасибо, коллеги. Я вот прошу обратить внимание, мы говорили о духе кафедры, которая там, я не знаю, отдогили, ну, по крайней мере, отдогили, да? За это время, и я его еще застал, и Сергей Анатольевич его застал, кардинально сменились взаимодействия студентов и преподавателей кафедры. Кардинально, потому что реально, я тоже один раз, когда меня принимали на кафедру, я зашел в кабинет, по-моему. У меня не было дисциплинарных взысканий, как у Сергея Анатольевича, поэтому больше я туда, наверное, не заходил. Так же, как в некоторые другие комнаты. И, да, с появлением Андрея, ну, не с появлением, а когда Андрей Александрович начал уже определять, так сказать, деятельность кафедры, кардинально поменялись вот эти вот отношения. И они, эти изменения, они до сих пор держатся, но мы говорим о духе кафедры, значит, они не в этом. Этот дух кафедры не в этом заключается. А это, между прочим, очень заметная вещь. О, какая штука, это, ну, подумать надо. Или кто-то, может быть, знает ответ на этот вопрос? Да, Доггель, как говорят, всегда очень важно. Проходил по кафедре, да, и обращался к каждому студенту. Да, это были, да, вот такие вот очень уважительные отношения. Юрий Иванович, ну, я когда его застал, он мало бывал на кафедре, и он вот где-то в небесах витал, иногда редко появлялся. А где тогда дух кафедры? В чем он? Ну, не только заведующий. Преподаватели-то не витали, они были, и тот же Добровольский был, когда Полянского не было на кафедре. Ну, был-то, был, да, но порядок был другой. Спасибо. Ну, ладно, это я так, просто вот, тому, что это все непростой, непростой вопрос. Алексея Валерьевича еще вижу, Смирнов. Алексей Валерьевич, прошу. Ну, да, есть, это я. А видео почему-то у меня нет, ну, ладно. Вот на твой вопрос, дайте напомню фразу греческую, первой среди равных. Вот это именно то, что смог поставить Александр Александрович, на самом деле, что на самом деле сейчас и обеспечивает такое вот дух кафедры, высокопарные слова, не люблю, да, отличие кафедры от очень многих других организаций кафедры и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, нету какой-то такой, в общем-то, искусственной дистанции между, условно говоря, заведующими профессорами и студентами и всеми остальными. Это очень важный момент. И вот его, пожалуй, именно Александрович ввел в практику. Я еще помню, ну, я, на самом деле, в этой дискуссии, особенно, как бы, не дискуссии, воспоминания, особенно не, как бы, пытался что-то сказать, потому что я не то чтобы очень хорошо, на самом деле, помню, как бы, какие-то первые шаги на кафедре. Это, по-моему, третий курс мой был. Но вот тогда, я же помню, чтобы попасть заведующему кафедрой, просто чтобы поговорить, неважно для чего, на констанавливающую очередь стояли, да, считалось каким-то таким, совершенно особенным событием в жизни. В общем, на самом деле, потом, с годами, постепенно так стало уходить, и, слава Богу, в какой-то степени, да, то есть возникла некая такая вот тупшность людей, в которых просто некоторые люди, а некоторое количество людей, условно говоря, считаются руководителями в силу просто, как бы, уважения, как бы, признания их способности это делать. Вот что Александрович, как бы, пожалуй, как бы, вложил в кафедру. Это позволяет до сих пор держаться так, как мы держимся, на мой взгляд. Вот какая-то вот такая вот мысль. Это, скорее, не ответ на вопрос, но это какая-то, возможно, его часть. Ну, все, наверное, спасибо, чего с видео не знаю. Спасибо, Алексей Валерьевич. И, к слову, следует, что дух кафедры меняется. Если брать большие промежутки времени, он меняется. Он, разумеется, меняется, может, как-то поставит, условно говоря, заведующий. То есть, просто, на самом деле, Догель был слишком гигантской величиной, даже по тем временам, да, и он просто, может быть, и чисто физически не мог себе позволить такого духа, да, потому что его бы замучили. Это замучили Санча, на самом деле, студент, условно говоря, да. То есть, у него же реально не было времени вообще, на что-то все время с кем-то разговаривал. То есть, это просто, как бы, вот такая ситуация, когда либо человек уделяет все свое время кафедре, да, все-таки, либо он, кроме кафедры, еще руководит тем-то и тем-то и тем-то и тем-то, как Догель и Полянский, да, как бы, эта же ситуация, она очень часто возникает, и когда люди к ней, естественно, приходят, то есть, тут нет ничего там особенного, да. Даже вот ситуация с нашим деканом, так сказать, Тихановичем, да, как бы, он просто не может себе позволить, если бы я взяла факультет, потому что слишком много всего другого. Может быть, не стоит такой стране доходить, это другой вопрос. Вот, то, что пока, что Санча получилось, именно потому, что уделял все свое время кафедре, студентам, как и всему остальному, оказалась моделью крайне продуктивной. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, если больше нет, у Андрея Николаевича поднята рука, и, наверное, это как раз те самые, да? Заключающие сильные? Заключительные? Ну, почти, я в заключении скажу. Нет, заключительные – это прерогатива заведующего. Нет, я по-другому, я предполагал, как, в общем-то, наверное, и все вы. Какой будет эта встреча, в общем-то, и целом. И вот эта аура учителя нашего, просто чудесного человека, на мой взгляд, она, в общем-то, дополняется еще одной очень важной вещью. Он был живым человеком. И его далеко не все любили. И среди выпускников нашей кафедры есть люди, которые относились к нему очень неоднозначно. Потому что, в общем-то, Андрей Александрович был человеком сильным, да, и у него, ну, насчет врагов я не знаю, но отчасти, наверное, его собственное поведение, оно и порождало, так сказать, некие вещи, которые вот после его смерти я получил несколько записок. Народ разъехался по всему миру. И все переживали очень, да. Но вот на фоне такого вот плача всеобщего, как бы достаточно резко возникали записки, а, да, вот, но он был очень неоднозначным человеком. Вот, скажем так, очень вежливо. Отчасти, мне кажется, я думал над этим, потому что для меня это не было шоком. Я знал, в общем-то, поскольку, действительно, мы все достаточно давно на кафедре, ну, моего поколения, старше чуть. Людей, которые были нашими студентами и были неплохими студентами, которые были до беспамятства влюблены в Андрея Александровича и которые считали, что он их бросил. Он вот со своей любовью к малышам, выводя малышей, особенно тех, которые действительно трепыхались, действительно думали, работали и так далее, в люди, дальше оставлял, пускал в свободное плавание. А далеко не все были к этому готовы. Отдав, как бы, всю свою любовь вот этому великому совершенно человеку, они не понимали, почему он уже с ними столько не возится, как вот когда он с ними возился, когда они были маленькими. А он был человеком увлекающимся же очень, да, и на самом деле он ведь отчасти и терял интерес иногда к ряду из нас. Например, да, ну зачем, как бы, тебя вытирать попу, если ты уже абсолютно, как бы, рабочий, взрослый и так далее. Вперед, да, он будет интересоваться и так далее. И вот часть его этого не простила. Вот. Настолько силен был шок. Да, вот-вот-вот влюбив в себя до полусмерти буквально, потому что, понимаете, а потом вот, а как же так, а как же, как же, я же вот, я. Это первый момент. Я все это говорю за тем, чтобы мы, как бы, как Маяковский писал, чтобы за этим елеем, да, вот эту ленинскую простоту, ну, он, как бы, это, понятно, пропагандистская была штука. Не забыли. А мне хотелось бы, чтобы мы, как бы, всегда понимали, что он был со своими слабостями человек, да, со своими, я бы не скажу, недостатками. Это такой, я не вижу в нем недостатков. Он мой самый-самый. Вот. Но он был разный. Я унаследовал три курса от него. И сами понимаете, что этот стресс был колоссальный. Читать за Добровольским те курсы, которые, ну, в общем, да, спецкурсы, соответствовать информативно, эмоционально и так далее. Хоть как-то соответствовать, уж не подражать, если ни в коем мере. И вот еще интересно, вот второй момент, я перехожу. Читая, я, естественно, исходно использовал его конспекты, по крайней мере, по каким-то моментам, ну, вот, чтобы готовиться, иди его и так далее. Читая больше и больше, я понимал, сколько там, а вот это вот нам сказал сегодня Алексей Владимирович с его лекциями, что он придумывал много. Вот. То есть, его фантазия, я в это верил, как то, что он это взял откуда-то из книжек, статьей там и так далее. А это он сам придумал. Вот. И оно далеко не всегда было правильным, но это было настолько интересно, то есть, он был совершенно гениальным фантазером. И он продавал во время лекций, причем, естественно, не поступившись там ни на грамм правды, да, потому что это было в форме гипотез, на самом деле. Но я это глотал студентам, как будто это правда. А потом читаю, оп, а это не сходится. Оп, я вот где-то несколько раз такой вот, и я к нему. Андрей Александрович, а он уже забыл давно. Да ладно, да, вот были такие идеи, сейчас это уже, то есть, вот еще очень интересный момент, да, вот это его, как бы, во-первых, его энциклопедичность, с одной стороны, а с другой стороны, его вот этот творческий подход постоянный, такой, что иногда он тоже перешкаливал, перепрыгивал, так сказать, да, и я очень долго верил в то, что, соответственно, то, чего не существует. Вот. Ну, наверное, все, больше я не буду ваше внимание отвлекать. Я хотел бы фразу одну вспомнить, многие, наверное, ее знают. Мне один раз Андрей Александрович Стрелков ее сказал. Добровольскому нельзя подражать. Добровольским можно только восхищаться. Вот. И я думал тогда, что он имел в виду. На самом деле, как я в первую очередь, как лектор, вот, как преподаватель, да, выключитесь тут все, к чертовой матери. Вот. И вот я, наверное, этими словами и закончу. то есть нам столько всего досталось, нам так повезло с вами всеми. Вот. Спасибо. Спасибо, спасибо, Андрей Николаевич. Ты, любая картина, она должна состоять из палитры, красок, добавил глубины в нее. Вот. Я просто хотел по поводу вот высказывания Андрея Александровича Стрелкова сказать, вот все же, ну, многие у нас ведут малый практик, по-моему, как раз про малый практик была речь, когда там что-то рассказывал Добровольский, Стрелков говорит, слушайте, учитесь, но не пытайтесь подражать. это почти то же самое, да, что ты сказал. Или там, ну, не стоит подражать, не нужно. Вот. Коллеги, кто, хочет ли кто-нибудь еще сказать что-нибудь теперь уже в свободном каком-то режиме, обобщающем то, что мы здесь наговорили, но вспоминали. Если, коллеги, есть ли, есть ли желающие? У меня есть вопрос. Да, Ань. А всем, может быть, это как-то, но он возник, ну, отчасти сам по себе, отчасти вслед за тем, что упоминал вот Андрей Скостянович, когда говорил о том, что, когда начинаешь там терять интерес, Андрей Саныч в момент, да, тебя в нем восстановит. Это что Лера говорила, когда начинаешь сомневаться, что ты там вообще где-то там нужен или не нужен тоже, Андрей Саныч каким-то волшебным образом это. А вот где нам сейчас это искать? Ну, наверняка мы в такие ситуации продолжаем, попадать какие-то возникают вот моменты, когда нужно, вот Андрей Саныч нужен. Ну, понятно, что отчасти тут ответила Лена, которая сказала, что частичка его в нас во всех. Вот, может быть, вот как-то, ну, может быть, еще есть какие-то идеи, я думаю, что, может, разные у всех способы. Лера, он знает. очень такой сложный вопрос задала. Может быть, кто-нибудь из аудитории ответит на этот вопрос? Это вопрос в пространство, да, заданный. Лера, я вижу, она не умеет нажимать кнопочку, но... Я не умею нажимать кнопочку, к сожалению. Научусь обязательно потом к нашему стриму. Просто, как только ты этот вопрос задала, у меня сразу такое в голове вспыхнуло. Елисея здесь нет, поэтому мне придется за него рассказать, потому что мы этим методом мы, видимо, вместе пользуемся. Когда мы узнали вот эту новость о том, что Андрея Александровича не стало, каждый, естественно, по-разному это переживал. Не хочу сейчас на этом зацикливаться, но когда я спросила Елисея, ну, интересовалась, как он себя чувствует вообще, как мы все тут... Вот, он мне сказал совершенно замечательную штуку, говорит, ну, я, естественно, расстроился, я, естественно, опечну, как и мы все. А потом я посидел, и у меня голос Андрея Александровича в голове возник. Ну, что ты сел? Иди работай. И вот у меня примерно так же теперь. То есть, когда вот нужна такая поддержка, которую он наказывал нам всем, когда теряешь интерес и так далее, у меня тоже такой вот голос, в голове возникает, его хорошая память на голоса, к счастью, я могу буквально озвучивать, и Ангелос Андреевич, который так с улыбкой говорит, ну, что, ну, и это преодолеем, давай встала, пошла, вот микроскоп, вот пинцет, вот пробирки вперед. Как-то так, не знаю, ответила ли я на твой вопрос. Спасибо, Лер. Ань, Лера ответила на твой вопрос? Ну, тут же нет ответа, мне просто интересно, кто как это, возникает ли это просто еще у кого-то, и кто как-то видит, да. коллеги, вот если говорить не об Андрея Саныча сейчас, а вообще о смене поколений на кафедре, вот некоторые из нас застали еще Татьяну Санну, Марью Михайловну, ну, Юрия Ивановича тоже, и вы знаете, ну, вот кафедра была таким домом, где есть старшие товарищи, очень надежные, которые все знают, и мы туда приходим, и нам спокойно, потому что они все знают, потом наши старшие товарищи потихоньку уходили, но нам повезло, потому что Андрей Саныч с нами был очень долго, на самом деле, все это время, в принципе, вот в таком вопросе, Ань, твоем, тут есть частично, да, я сейчас выношу личность Андрея Саныча за скобки, вопрос, вот, взросление каждого из нас, потому что вот это место, кафедра, в какой-то момент перестает быть потому комфортным, потому что там есть Татьяна Санна Гуницинская, которая с тобой поговорит, улыбнется, да, и она вообще все знает, или, ну, теперь вот и Андрей Саныч Добровольский, да, но есть зато некоторое количество уже молодых людей, которые приходят на кафедру, видят Анну Георгиевну, говорят, ой, ну вот, мне тут, может быть, уже хорошо, потому что, вот, потому что есть мудрая Анна Георгиевна, вот, я немножко, может быть, сейчас убыстряю, да, процесс исторический, может быть, немножко, вот, но, в принципе, вот эта логика, она присутствует тоже, она присутствует тоже, и вот отчасти в твоих, в твоем вопросе, вот, есть немножко этого тоже, вот, я не ответил, конечно, на твой вопрос, но я, ну, немножко, может быть, базис какой-то установил, нет, в твоих размышлениях, вот, ну, коллеги, к вам обращаюсь, можете нам помочь, еще немножко, коллеги, ничего нам не говорят, поэтому, поэтому, я, наверное, двигаюсь к концу нашего, нашего сегодняшнего разговора, и, хочу сказать, что, может быть, немножко, было смелым, или преждевременным, то, что было нам очень больно, эмоционально больно, да, сейчас переводить в какие-то определения, формулировки, и так далее, но мне кажется, что мы, в общем, двигаемся в этом направлении, и сегодня, могу подписаться под тем, что было сказано многими-многими участниками, и могу сказать, что, конечно, мы за этот год пытались сделать много, для того, чтобы память об Андрею Санычу была каким-то образом увековечена, да, но многие дела мы просто не доделали из-за вот этого режима, который тут на нас свалился в марте, мы продолжаем работу по продумыванию, но пока она в практический план не вышла по поводу памятника Андрею Санычу. Как только мы сможем взаимодействовать с внешним миром активно, мы, безусловно, вернемся к этому вопросу, я думаю, что в течение этого года мы памятник таки установим. Ну, вы знаете, что были опубликованы статьи и памяти Андрея Саныча, и посвященные Андрею Санычу научные статьи в New York Public Geology несколькими номерами. Мы работаем над проблемой организации премии имени Андрея Саныча Добровольского, которая должна быть в университете и опять остановилась работа, потому что сейчас мы, к сожалению, перешли на дистанционный режим, но мы это тоже сделаем за этот год. Буквально вот сейчас, сегодня, Василий Владимирович выкладывает некоторые курсы Андрея Саныча, записанные, живые курсы Андрея Саныча, которые можно будет посмотреть в Ютьюбе. Об этом, наверное, будет там какая-то дополнительная информация, когда все это появится. Буквально сегодня Александр Горных, он сделал заготовку для статьи в Википедии, и мы тоже немножечко еще подработаем эту статью, и вот это тоже будет. Я думаю, что как только мы все с вами выйдем из нашего заточения, вот эта работа, она возобновится по всем направлениям, я еще не все здесь перечислил, очень надеюсь, что мы помянем Андрея Саныча еще и в годовщину его ухода, уже собравшись очно, возможно по ходу на кладбище. Ну вот все, что я могу сказать на сегодня, могу только поблагодарить. Алексей Валерьевич предлагает показать пару фотографий, если вы не против. Я совершенно не против. Алексей Валерьевич, покажи пару фотографий. Сейчас попробую. Пока твоя. Так, какую виду? Да, да, Это мух видно. за столом. Это наша методическая комиссия факультета в старом формате, ну вот в прежнем формате. Это середина 90-х. Ну да, похоже на то. Причем как меня обругали, когда я ее сделал, вы не представляете. Даже представляем кто. Пришлось ломиться в кабинет с аппаратом, с зенитом. Ну да. Ну и вот еще одна симпатичная сейчас, секунду, не так все просто. видно, да? Это замечательно, да. Прямо вот живое, живое, живое. Ну да. А по-моему, сидит около него Люда Иванова, мне кажется, если не ошибаюсь, потому что дорисована амеба с грибами, которые из нее растут, была тема ее работы. Да, это тоже где-то вторая половина 90-х. Ну да, похоже на то. Ну вот, собственно говоря, просто нашлось вдруг сейчас. Спасибо. Коллеги, ну я могу только поблагодарить участников теперь за активную работу. Да, Ань, что еще? Рука. Рука. Петя, Петя, пожалуйста. Короткий совсем вопрос. Он может показаться в немногую сторону на самом деле обо всем об этом, о духе кафедры. Может быть, это где-то обсуждалось, не знаю, но есть ли какая-то вообще возможность встретиться на 1 июня на могиле Догеля? Кто-нибудь пытался выяснить, открыты ли литераторские мазки? Ну вот, вроде как объявляли, что где-то сейчас это все какие-то меры уже отходят на второй план. Есть ли какие-то мысли по этому поводу? Будет ли встреча на могиле Догеля? Петь, на самом деле я не думал, что мы в этом году будем встречаться на могиле Догеля и я думал, что мы перенесем эту встречу где-нибудь на месяц. Хотя, вот Петя напомнил, у нас, да, традиция ежегодной встречи на могиле Догеля 1 числа существует. Мы на самом деле посоветуемся, если решим, первое, это вообще очень скоро уже, совсем скоро, если мы решим, что мы готовы из мест нашего заточения вдруг собраться, то, да, если нет, то мы, может быть, перенесем где-нибудь на месяц это мероприятие. Два варианта есть, но мы его не забудем, конечно. Вообще, там по могиле Догеля есть довольно большие работы, которые мы должны будем сделать, запланировать, потому что там надо много чего делать. скорее всего, даже в этом году. Вот, и я напоминаю, что если уж у нас эти вопросы возникают, да, что помимо того, что мы думаем над памятником Андрея Саныча, недалеко от него есть могила Юрия Ивановича Полянского, и она тоже может требовать нашего внимания. Ой, а недалеко от Догеля могила Волынского? Ну, Волынского, если кто-то мне покажет, где она находится, то я даже знаю, как ее можно восстановить, ну, в смысле, привести в порядок. Нет, ну, фотографию я тебе, в Википедии фотографии пятилетней давности, по-моему, с уроненным крестом и так далее, в лентураторские мазки, но искать надо, естественно, там не видно соседних могил. Ну, это потом, ладно, это уже заодно, да. В общем, мемориальная наша деятельность, она может быть разноплановой, широкой, у нас всякие годовщины грядут, кафедральные, и исторические изыскания, которые продолжаются, которые приносят нам новые пласты, исторические персон, значимых, как выясняется, для нашей кафедры тоже. Это все очень серьезно. Так что, коллеги, кому интересно, включайтесь в эту деятельность тоже, я буду очень рад. Хорошо, спасибо большое, коллеги, за участие, и если подобные форматы воспоминания, тематические воспоминания понравились, то я думаю, что мы можем продолжать где-то и вот в таком ключе проводить наши встречи. Говорить, например, об истории с привязкой к каким-то датам, ну и о персоналиях, конечно, тоже. Ну, а на этом я думаю, что мы сейчас закругляемся и благодарю всех за участие. Спасибо организаторам, Ань, спасибо за предоставление. Пройдется отдельно выложить, но смотрим. Если можно, тогда письмо рассылкой, где потом найти, если это будет. Она будет по исходной ссылке на канале YouTube, просто не в трансляции, а в записи. Очень приятно было видеть коллеги вас из разных, тем более, еще и городов, и некоторых я видел давно, совсем редко. Приятно, конечно, всех наших было увидеть. Счастливо! Счастливо! Здоровья, здоровья всем! Спасибо большое! Спасибо, до свидания! До свидания! До свидания! Счастливо! До свидания! До свидания! Счастливо! До свидания! До свидания! Продолжение следует...